Одни упрощают, другие усложняют. Сотрудники районной миграционной службы Саратова отказывают в регистрации семьи беженцев из Луганской области. Статус временного убежища, который хотели получить украинцы, оформляется в течение трех дней. Прошел уже почти месяц, а получить его беженцы не могут по сей день. В ситуации разбиралась Екатерина Ковальчук. Их путь в Россию начался три недели назад. Спасти ребенка от бомбежек семья Сыкаловых из поселка Металист Луганской области решила, укрывшись у друзей в соседнем селе. Но война настигла их и там. Теперь на неопределенный срок их дом – квартира родственников в Саратове. Легализоваться в другой стране семья беженцев решила чуть ли не в первый день приезда, но столкнулась с трудностями. Водили вокруг да около и сказали ехать. Было объявление, чтобы обращаться в областной ФМС. В областном ФМСе сказали, что они этими документами временно сейчас уже не занимаются, то есть занимаются это в район. Мы опять поехали сегодня в район. Просто нам сказали, что это надо оформить в течение трех дней. Но мы уже две недели ходим, и еще до сих пор ничего даже не начинали оформлять. Статус временного убежища семья Сыкаловых выбрала не случайно. Оформить его теперь уже по новому постановлению правительства России можно в трехдневный срок. В случае этой семьи их легализация в чужой стране растянулась на три недели. По словам представителей районного УФМС, куда неоднократно обращались Сыкаловы, сотрудники миграционной службы лишь давали время подумать семье беженцев. Ведь, возможно, они захотят вернуться на Украину. А этот статус не даст им такого права. Здесь они имеют право выезжать временно, выезжая для каких-то решений своих вопросов. Когда убежище, если временное убежище оформлено, и они будут выезжать, то, естественно, у них статус временного убежища теряется. Возвращаться Сыкаловым некуда. Их дом уже неоднократно подвергался бомбежкам. И об этом они говорили сотрудникам УФМС. Волокиты по оформлению статуса не на руку и родственникам, которые приютили беженцев. Сострадание уже через два месяца может обернуться штрафом за нелегальное проживание украинцев в их квартире. Они должны и выехать, а если они не выйдут, значит, они будут нелегалами. А я получится, если придет участковый и у меня их обнаружат, иностранных граждан, то я буду, я не знаю, там, пособником незаконной миграции. Организатором, как сейчас модно говорить, резиновых квартир. Все-таки три человека, да. Я квартиру однокомнатную растянул. Глава семейства рассчитывает на получение статуса. Ведь выйти официально на работу он может лишь после оформления документов. Денег на жизнь в России у Сыкаловых нет. А на руках у них годовалая дочка Варя. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, Алексей Фенин, РНТВ, Саратов. По словам представителей ФМС Саратовской области, подобные случаи с затягиванием оформления документов единичны. Между тем, лица, получившие статус «Временное убежище» в Российской Федерации, имеют доступ на внутренний рынок труда. Они могут работать без получения специального разрешения. «Временное убежище» – это своего рода гуманитарный статус или отложенная высылка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова